Раньше было совсем другое время. Так назывался этот фильм, который в 26 лет снял мой сегодняшний гость Алексей Балабанов. Сегодня он известный кинорежиссер, в том числе снял мой очень любимый фильм «Замок». Добрый вечер. Добрый вечер. Раньше было совсем другое время. Это плохо? Да это не плохо и не хорошо. Это данность. А что меняется? Да, ну а что меняется? Меняется время? Меняются люди или меняется страна? Что меняется? Меняются люди, потому что страна – это люди, собственно говоря. Меняются люди, меняются все. Менялись всегда и будут всегда меняться. Но лучше быть, не знаю, романтичным, честным, более, не знаю, лучше быть студентом, чем пенсионером, потому что ты моложе, потому что много иллюзий по поводу жизни, потому что ты еще не стал мудрым, потому что у тебя нет жизненного опыта, потому что у тебя есть право на ошибки. Ну, может быть и так, но в принципе мне не близка вот эта идея, что вот раньше было лучше, а вот сейчас вот хуже Как-то, я не знаю, сейчас по-другому А вообще-то, я так назвал фильм, потому что мне очень понравилась Славина песня тогда И там была строчка, которая очень соответствует вашему взгляду на этот вопрос Там была строчка, раньше мы слушали красивое пение, теперь же я испытываю папино терпение Леш, вот как вообще можно было снять собственный фильм с таким названием, раньше было совсем другое время В 85-м году, в возрасте 26 лет, в городе Свердловске Первый секретарь тогда был, фамилия не помню Борис Николаевич Ельцин А, да-да-да Фильм, как оказалось, снять было очень просто, буду краток Заочникам, операторам институтов ГИК давали очень малое количество денег для работ по освещению и композиции Чтобы они сняли двух актеров, как они зажигают там спички, проходят со свечкой и так далее Это назывались курсовые работы по композиции освещения Там ни сюжета, ничего, не обландовали очень малое количество пленки, обработка и там одну смену монтажа Вот, один оператор предложил мне чего-нибудь помочь ему Я был ассистентом режиссера тогда Я за одну ночь написал сценарий А к тому времени, я уже познакомился со Славой Бутусовой Я сразу же предложил ему, и в общем мы так как-то сговорились Но в ГИКе он произвел фурор И не потому, что был хороший фильм А именно потому, что там играла группа Наутилус Пампилеву с песнями Которые впервые, они вот, показались людям В 85-м году их никто не снимал Я еще, Леш, один вопрос задам Леш, а ты где этот фильм-то снимал? Там был ресторан, который бесплатно мы снимали ночью И массовка была просто молодые люди Которых я просто на коленях умолял, чтобы они не ушли Вот, там накрыли на столы Немножко И люди, в общем, сами платили Но кто наел и не заплатил, пришлось мне платить Хотя у меня денег не было Там 30 рублей, я угорел, по-моему, на 30-ку тогда, помню Сегодня я беседую с ребятами из группы «Анигиляторная пушка» Я попрошу ребят в своей обычной интеллигентной манере Рассказать о своей группе, как она возникла И обо всем прочем С первым вопросом я обращаюсь к Андрею Георгиевичу Андрей Георгиевич, скажите, пожалуйста Вот вы, насколько мне известно, только недавно собрались после летнего отдыха Расскажите, пожалуйста, где вы отдыхали? Чем занимались в эти летние месяцы? Между прочим, у нас у всех высшее образование У некоторых даже по несколько А во-вторых, мы, можно сказать, совершенно не отдыхали этим летом Мы, в общем, работали над продолжением нашего альбома «Белая горячка» Конечно, выступления, репетиции, записи То есть работа с «Анигиляторной пушкой» требует Больших физических, умственных, моральных затрат Поэтому некоторые люди не выдерживают Кто едет в Москву лечиться Кто в Нижний Новгород Дышать свежим воздухом В санатории, профилактории Лечебницы Всякого толка А я лично ездил Мисси Гутово поднимать село Подняли Спасибо Следующим вопросом я бы хотел узнать у вас О том, как возникла группа С чего вы начинали Как вы встретились Кто будет отвечать? Это вопрос, скорее всего, к нашему Бессменному гитаристу Евгению Валентиновичу Так сказать, в простонародье на палу Евгений Валентинович, пожалуйста Ну, что можно сказать по этому вопросу? Наша группа существует, так сказать, уже Несколько лет Где-то года два Когда-то она была в другом составе Наши ребята Бас-гитаристы, барабанщик Так сказать, ушли в джаз Ну, конечно, они на этом пути Может быть достигнут тоже Большего, чем мы Потом собрался наш прежний состав Настоящий состав Он состоит из наших трех одноклассников Это вот я, Андрей И еще наш барабанщик К сожалению, он отсутствует Здесь, Асгар, Валеев Ну вот, Оскар Уайлд Вот так, представлен на альбомах Там, записи Я перебью вас, Евгений Валентинович Он называется Оскар Уайлдом Потому что живет около изгороди Продолжайте Вот, и сейчас у нас предстоит запись Еще одного альбома Ну, это еще в будущем Ребята уже начали отвечать на вопрос Который я хотел задать в следующую очередь Это вопрос о том Каковы ваши планы на будущее Чего бы вы хотели достичь В своем творчестве Какие вершины вы перед собой ставите Какие идеалы Ну, могу бы, конечно, в принципе, и я ответить Хотя у нас у всех здесь язык подвешен Хорошо Я бы ответил так Концерты, концерты, концерты Еще раз концерты Хотелось бы играть свою музыку В принципе, деньги не играют такой большой роли Хотелось бы не зависеть А, в принципе, раз у нас такое общество Что деньги играют Ну, я бы не сказал, что главный урон Ну, одну из главных ролей В принципе, хотелось бы стать независимым То есть, получить денег Определенное количество А потом уже думать о будущем Спасибо И теперь Несколько слов Я бы сказал, совет Какой бы совет вы дали молодым музыкантам С чего им начинать? Ну, я могу дать совет Как опытный человек Я уже много изучил классики И вот тем, кто учится В музыкальных заведениях И играть классическую музыку Вот начинать надо Только с до Имонно с до Ни с ре, ни с ми С до А иначе не получится Таких великих музыкантов Будет посредственно Ну, например, хотел Имонно вот так Сообщите молодым музыкантам Что за произведение вы исполнили Маленькая ночная сиренада Моцарта Тортилла Товарищ Спасибо 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 Спасибо